Пошла жара! Артмол, сейчас выйдет весь Артмол Закрылся магазин, елки Витя, знали, что Витя едет Люди боятся парковаться Как-то что-то нас сегодня немного После жесткого рейда в прошлый раз Количество людей подсократилось Бородач нашелся Ура! Чуть-чуть и не дождался Онлайн выключил буквально Минуту назад Ну да Ну как ты, отец Павло Благословишь ты нас или нет сегодня? Будьте прохлад Я лыжи взял, сноуборд, иди покажешь людям Смотри Сноуборд, сноуборд и лыжи Так что я тебе могу дать Я сам могу на сноуборде, я тебе дам лыжи Или не будешь? Ну да Это будет твой последний путь Бородач уже съел Конфету с крестиком съел уже Пацаны, я с вами еду Я знаю Мне нравятся ваши кульки Подожди, а что вы там? Ох, елки Спасибо, я... Ох, елки-палки Ни хрена себе Да Тут машина серьезная А где пилот? Все в магазине Смотрите, кто приехал Это серьезный человек Леня, ну как с печкой? Блин, я без шапки ехал Бородач починил же печку тебе, да? Без шапки ехал вообще Дельфин к тебе садится Дельфин, поехали 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 Он седой вернется Леня, а ты что, не помыл машину перед рейдом? Помыл, как это? Посмотри, вот Я же помыл четко Сейчас протру немного пыль А стекло что-то не поменяешь? Времени нет А есть стекло? Ну, надо же вывести С маслом Да, я с акрилот делаю Или с поликарбонатом Так, смотрите Кроме FG Сегодня есть еще Ого, серьезные машины тут подъезжают Привет Привет, где-то я вас видел Серьезнейшие сегодня Спарты у нас В прошлый раз был один только Сегодня Побольше Новенький Привет А что, ты едешь с нами или что? Не знаю Посмотри, там дорога неровная У тебя сильно блестит машина Я не знаю Посмотрите, как она блестит Ого, тут у тебя и туманки какие-то И антенна И люстра И багажник Все есть Пистолет я не видел Да, ну ты что Я уже не видел вообще Ты хоть приезжай Хоть раз Хоть раз в год приезжай А ну, не дай Господь Мы чуть у вас не поцарапали Парковались Все, стартуем Лидер, давай за лидером Давай за лидером Да Быстрее Запрыгиваем и полетели Тут Витя Сам Витя внутри Смотри, какая машина На мойку не будем заезжать? Нет, потом Так, вот вся банда Летим на ржище Да и мы с ним на желтый Стартуем Крис, ты ко мне обращаешься? Да Подъедем с ними рядом, встанем Наверное, к тебе Ну, я так думаю, желтая вжига – это я Что? Наша черепитня Давай, твое здоровье Чтоб ты не болел Что, вытянуть тебе княп с рта? Не, не, ты хоть чуть-чуть доятно говорил Ты сполбал На всех видео только ты допишь Эй Он день был, ты кого обогнал? Так, блядов, я включаю четвертую Сейчас пацаны брызгнут Там бородач в той машине Ты знаешь? Как бородач здесь уже? В Патриоте, да Давай, давай Режем Режем, блин Пошла жара Куда ты попал, человек в шоке просто Тут чай есть Нормально валим Наши в шоке Бегаем, пусть едут за нами Я веду колонну теперь Витя ведет Сохар захватил первенство С помощью нехитрых манипуляций Это вот этот маничелла Вот это мы сжем Сейчас Махаем, сюда поехали Боятся застрять Так Глаз, скажи мне тот момент, когда я могу выехать Блин, я думаешь, вижу А у тебя зеркало не видно? Застряли Нет, нормально Знак, знак, береги Смотри, сундуки в шоке Осторожно, иномарки Все, наш выход Наш выход Что там сзади? Ну я просто Не очку, это только начало Давай колонну подождем Он слышишь у нас на Больше звука Слышишь? Да Поэтому мы отключаем полный привод Он нам не нужен Давай подождем остальных Нет, на все подождем Мы непонятно куда На новую или на старую Обуховскую Вот елка Купим ваш автомобиль А ну Ага Нет Тысяча Тысяча Поверь, пятьсот Подожди, подожди Для какие лампы? А, он только прыгает Померут Тихо, тихо Что-то перекуп не справился Витя, 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 Витя Береги Витя, Витя, Витя Сцепление это не Все, третье Третье, нормально Опа, вот организатор Внутри вот этого болида Вильхин с Леней На Новообуховскую Спасибо Так, летим, летим Ну нормально Мы развернулись Что-то это какие-то джиперы слабые Сегодня, да, вообще Один только мощный Вот он Один мощный Неудержимый Не родили для контента Да, да А где Макс? Кстати, а где Макс? Я не знаю, кто это Макс, мой брат Ты че? А он дома, наверное Да ну, сейчас я узнаю Его не было сегодня Да понятно, что не было Макс, да Уже начинаем забывать его лицо Но голос я еще помню Потому что он звонит Нет-нет Звонит и говорит Ты видел, какие предложения есть Новый лыж? Он мне Ниву скидывал Там за 300 баксов Нормально А, мне тоже скидывал Он мне все скидывает Меня еще заставляют Что-то покупать периодически Не только скидывать Не только смотреть Ты только А что ты по дороге подряд пропускаешь? В шаттле есть места, скажи Да, да Есть Да, с такомоле Да далеко, согласен Я сам, как говорится, не в воскорке Но, условно, меня заставляет ехать Ну, а как мне ехать? Как мне ехать, когда все едут Ёлки-палки Ладно Пока Смотри, наш прямой онлайн подписывается Ставь лайк И Ладно, родники У меня сегодня планы такие Хорошо поесть Провести время с хорошей компанией И перевернуть в Азик Так что, смотри Сегодня будем переворачивать Вот так А, ну на, черт возьми Колонна сзади Тепло в Ази Хорошо Очень комфортно Сухо Пилот в порядке Я успокаиваюсь Да, да Я вот Вещи много у нас У тебя переворота Сноуборд Лыжи Бородач в этом А ну, подъезжай Бородача Хоть посмотришь Бородач в Патриоте должен быть А может и пересел где-то Покруче машину взял Нету бородача Он сзади Он сзади бородач где-то Где бородач? Осторожно Блин, мне все время кажется Что ты колесами Сейчас кого-то передишь У меня же колеса выступают Понял? Ну, понятно Так, мы тут за серьезным Автомобилем Пристроились Давай у него стропу пока снимем На светофоре Это снея Знаешь, что я нашел? Слушай, с ума сойдешь В Курске Что нашел? В УАЗик В Курске Ты сразу засуну А, в Курске я знаю Понял? Короче, УАЗик 2007 На инжекторе Со всеми облицовками С хабами С двумя комплектами резины Ну, вот уже со стойкой Сколько? 1400 долларов Отлично Да ладно Прикинь Так надо брать Ну, вот есть идея Как бы, чтобы он заехал И потом, ну, с документами Уже не проблема Особенно в Явазике Просто сама суть 1300 долларов Машина 2007 года На инжекторном моторе Прицель Да это ракета вообще Тебе такой нельзя Ты будешь на задних колесах ездить Я открыл Потом АВТОРУ АВИТО Там оказывается Это средняя температура Попаладе Эти цена Есть и дешевле, да? Есть по 80 Тоже неплохие Уже на Какой-то там РИКСИИ Ну, правда, карбюраторные Да, вот тут Слышишь, в этом месте Короче, отрывается У меня амортизатор Задний на 160 Где-то На Е34 На море мы ехали И такая дымовая завеса Чувак на велосипеде едет Говорит, я думал Война началась Колесо Под колесо полетел? Нет Амортизатор отрывается Нижнее крепление И арка падает на колесо И дым такой валит Пока остановился А там стойка Отрывает же Стойка отпала И все А, все, понял И в колесо падает в арку Ну, где-то в этом месте Ну, это давно было, лет 15 назад И едем И я, короче, в один момент Начинаю засыпать за рулем И такой подкумариваю По городу Там, в Донецке Подкумариваю И тут поворот такой Ну, тупо 90 градусов И мне такой чувак Я такой, фук-фук, там, со 120 что-то там оттормаживаюсь, а колесо вместе с тормозным барабаном и со всем в балке было всего двумя болтами прикреплено, вместо четырёх, понятно. И я на эту сторону завариваюсь, колесо отпадает, а она тупо убирается в балку, мы вот так вот, вот, упрыгнуло колесо, фук-фук. Не зашли, слушай. Я думаю, что так развернуло? Первую, и я ещё, когда километр проехал без колеса, потому что не понимал, что проехать сошло. Ну, а потом, короче, он перестал заводиться что-то со стартера, я открыл капот, и моноинжектор начал лить бензин. И он догодился, изгорел примерно всё, потом я его починил, ездил на сгоревшем, ну, короче, ездил на сгоревшем, но он поехал, надо даже лучше после пожара. Не знаю, что произошло, но он поехал даже лучше. Он как раз, пока его восстанавливали после пожара, я сделал ручник идеально. И тогда последний раз палка отвалилась, и всё, больше я его не стал убивать. Офигеть, вообще. Про копейку первую расскажи. Жигули первая была копейка? А? Копейка была первая? 21.01, красная. Потому у меня ещё было таких красных две, и того и было три. Оттачивал Витя дрифт, говорит. Нет, я, чтобы не понимал, уже в 18 лет, когда выпадал снег, ну, маленький город у нас был, в 15 тысяч населения, грубо говоря, небольшой. Я... Конец? Не, ну, от Донецка, 50 километров. Короче, я вот понял, когда город заснежило весь, мог ездить, не выходя из заноса, понял, на копейки. Целый день, вот просто, не прекращая. Потом оно надоедало, один момент был, надоело, поехал, устал руль крутить, понял, устал, часа 4 дня. Устал, поехал, лёг спать, часом 7 просыпаюсь, думаю, уже суббота, сейчас все начнут шевелиться, выходить, надо ехать город прогревать. И выезжаю буквально первых три поворота, и был один большой-большой такой, длинный-длинный. И в конце у этого длинного расслаивалась дорога на две части. И я вовремя не понял, куда мне туда или сюда, то есть я не понял, как идёт угол заноса, куда мне... И, короче, а там, прям на разветвлении балка, и я переворачиваюсь на крышу в эту балку. Ну, потом пришлось чинить эту копейку, она была самая яркая, я её покрасил, надел 15-ый диск, и всё хромированное. Ну, короче, после ремонта она была сказка. А мотор, мотор какой? Я моторы никогда не менял, но я их просто капиталил, и всё, и этого всегда хватало. Обычные, да? Мне вообще пятёрочные моторы нравятся, они минные. Кто-то говорил, что это дерьмище, я считаю, наоборот. Они же более тихие, да. Более тихие, крутятся легче. Когда он в идеальном состоянии, на пятёрке вообще ничего не мешает нормально отъехать фоком, когда там мотор так опахнёт. А что, пятёрки у тебя тоже были? Две. Одна вишнёвая была, разваленная нахер, а одна была просто из-под деда. Я открываю гараж, бабка продавала, открываю гараж, и нет, она стоит, ну, ну, целка. Просто в прямом смысле этого слова. Я открываю багажник, а в багажнике вот эти все пластмасски, которые закрывают защитки. Там шторочка висит, набор ключей, там кратик. И я такой, крынь, зажигание, она заводится с полный год. И всё, я брызгал, я её там ещё к диске поднакинул. Но ты же хоть не испортил её? Не, я её продал как целочку, она стала в моих руках только лучше, ты ж. Я там все саленблоги поменял, там масла, фильтра, диски накинул классные, пятнадцатые. Короче, ракета. Она пришла в тот момент, когда я машину уже перестал убивать, а начал более-менее делать. А, повезло ей, короче. Повезло. Витя, вагоны, Витя. Витя, вагоны. Станы, подождите меня, я сейчас вагоны перетягиваю слева. Подождите, тормозите где-нибудь. Возьмём пару вагонов с собой. Крис, всё нормально, извини. Так, друзья, Кабухову, подъезжаем ещё, ещё валить. Сотка с нами тоже. А это Кристо. Так, поворот. А он литовец, что ли, этот парень? Почти, да. С Днепроветров. У него даже на зубе номера литовские выпили. А такой говорит, как литовец. Почти. Ух, красиво как, смотри. Эй, Игорь, где-то парень, блядь. Сегодня машин меньше, но... А, нет, добавились, там, вон, Нива какая-то подтянулась. Машина, наверное, 18-20. Да, около 20. Держищик 42. 42, но уже недалеко, полпути проехали. Ну, тут уже опровод начинается на асфальте. Дорога жесть. Перемёты, перемёты местами. Скоро, держись. Витя уже говорит, хочу опровод. Строй, нормально. Да, машины, кстати, много других, но и не приехали, как в прошлый раз. Где-то отец Павло там в рации слышно его. Смачная рыба, 50 метров. Елки, тут какая-то дорога очень серьёзная. Держись. Так, в Украинке спускаемся. Осторожно, тут спуск. Субару. На фаре горят? Ключи. Украинка. Украинка. Летом тут ехал на манипуляторе за рулём. Шара 50, наверное, 8 была. Я мечтал просто остановиться, а тут хоть где-нибудь в Пуду. Осторожно. Да. Пожалей ходовку, ё-моё, что ешь под шутямом. Мини-чинка. Ого. 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 Жесть. Да, в такой поворот зайти, кто не знает, или в темноте мало не покажется. Да. Блин, с дорогой тут у нас проблемы начинаются, какая-то вообще неровная. Витя, что-то укачивает меня. Витя! Я сейчас остановился под этим. Витя! Опускай правый стеклоподъёмник. Электрочеклоподъёмник. На ключе, ключ на 13. Ключ на 13. Первый УАЗик рассказывает, покупал. А мы говорим, как сиденье, сила мне неудобно, как сиденье регулируется. Он такой, щас. На, и у тебя ключ на 17. И тут я понял, что машина правильная, да? Комфорта в этой машине нет, понял. Нам показалось, что он такой тяжёлый. Всё, скоростя, сцепление. Эти рычаги, господи. Какая жесть. А сейчас уже, оказывается, я без этого жить не могу даже. Воспитатель. Нормально. Да, схема рабочая. Ну и всё, да? Да-да резко вправо ушли. Нет, разворачивайся и за нами. Какой москвич хороший. Места глухие тут. Снега, да, он ещё больше. Когорлык нам на ржище налево. Задние видят нас, нет? А, да, зеркала ж нет. Да, вот какая-то колея в поле. Наверное, Витя какой-то. Да-да, думаю, да. Так, начало. Началось. Витя дрифтит. Витя дрифтит. Блин, страшно реально. Снаружи как-то это веселее всё смотреть. Не так страшно. Асфальт, Витя, асфальт. Витя, асфальт. Витя, гребени заезжаем. Ну всё. В гребенях нельзя дрифтить. Тут противодрифтовая... Противодрифтит твоя зона. Зона, да. В гребенях, да. Жёсткая дорога, конечно. Мне бы снегу было бы комфортнее. А, конечно. Тут выбоины со льдом. Тормози, тормози, тормози. Не пешёл, то был собран. Ну, в принципе, да. Столбы главное объехать. Витя, отпусти эту мазду, блин. Ну, близко ты к ней едешь. Опасно. Это же не Рубикон. Витя, отпусти мазду. Витя, отдай жищевский. Что-то там реклама какая-то. Отпусти мазду. Ты видишь, у него ему страшно. О, Ржищев, Ржищев. Долетели. Ну, что, довольно быстро, да? Да ну его бай. Сядешь ты на машину. Тормози. Ну, давай я на обратном буду на УАЗе. Я никогда не ездил. Ёхан и бабай. Вот это жесть. Тормози, тормози, скажи. Перезванком сжищем. Осторожно. Гололёд очень-очень сильный. Это жесть вообще. Вообще, чем встречает, нормально начнет. Очень скользкий. И спуск очень скользкий, ребята. Спуск очень скользкий. Можно сугробом тормозить. Так, пошла жара, дает угла. Я устал. Я устал. Чего? Браво-браво-браво-браво-браво-браво? Чего? Далеко, долго по асфальту. Ни электро, ни нет? Такси с Киева. По встречке валит по гололёду попит. Уклон это серьёзное, да, такси? Да, это нормально. А вообще, рулит болт и убер вообще, да? Рулят они, но уклон тоже надо валить. Я не понимаю. Так, время 11.25. Я думаю, в принципе, не очень поздно, нормально. Нормально идём. Так, Лёня едет на заправку. Что, бедолага, кончился бензин с Киева? Не, чтоб не кончился на Афроуде. Какая у него маленькая машинка. ГАЗ-15. Ого, цена. Так она вообще маленькая. ГАЗ-15.89. Ни хрена себе цены пошли. О, слышу, вон, смотри, одежда какая-то. Может, что-то купить? Мне вот этот комбинезончик. Мне бы бодрить. Так, пошёл дрифт. Не, не пойдёт. Колья большая. Колья жёсткая. Собаки тут бегают голодные. Даёт угла. Главное направо. Тормози. У пилота Мазды уже вся жизнь перед глазами. Бо раз 8 прошла, пока ты за ним ехал. Это ржи ещё. Ё-ханы-бабай. Что-то дорога. Ё-моё, Витя, Витя, Витя. Витя, что ты делаешь? Тормози. Витя. Пока тормозится. Ты посмотри, глянь на неё. Не включай. Перегазовку сделай. Газани и потом втыкай. Ладно, спустились и так, без передачи. О, смотри, роб местный. Смотри, какой красивый. Ага. Прогрессор. Ого, как сколько тут лодок. Ну, и очень много. Ну, есть. А вон и в воде даже есть, смотри. Нормально. Не хватило её на сушу. Не ходяли. Да. Так, уходим влево. Мазда с нами, да, я понял. Дрифт, 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 пошёл. Тяжело, да? Зацеп сильный. Да. Подъезжаем. Смотри, какие тут пейзажи красивые. Это какая-то строительная вверх или что? Да нет, кран. Кран. Не очку. Какой-то Ржищевский залив, да? Я тут никогда не был, кстати. Что, вы людоку-то готовы? Конечно. Что, это оригинал? Реплика. А вон у вас буханка, смотри. О, она прайка. Медицинская. Помигай ей, пусть отъезжает. А ты полный дрифт включил? Нет, прием, да, я прием. Нет, полный мешает дрифт. И дрифт пошёл, пошёл, пошёл. А вот и Каневская море. Баржи стоят. Мы стоим где, ага. Красиво. Мы на той неделе были прямо напротив церковь. Прямо напротив церковь с той стороны. А вон. Медицинская поджига. Выстраиваются. Так, Витя пошёл в Апроуд. Витя, голова, Витя. Я скучал. Мы не застрянем, Витя? Витя, мы точно не застрянем. А вот тут уже люди какие-то. Смотри, ого, какая машина, смотри. Что это такое? А вот. Пошли изучать. Пошли, блин. Вот это экшн. Приехали, слава богу. Да, дорога была непростой.